Всех приветствую на своем канале. Решила я записать видос о том, как я сходила в магнит. В общем, вообще я вдруг вспомнила, что сегодня практически конец ноября, завтра 30 ноября, я как-то потерялась снова в числах. И надо бы как бы писать уже эти долбаные пустые баночки, а еще, я сказала долбаные, я даже этого резать не буду. В общем, вот у меня следующий видос, вот этому вот посвящен. В каком-то из своих я уже говорила, частично такой тип. По-моему, в последнем видосе про то, что я буду обозревать эти самые лимитки, которые я специально тестила. Несколько дней каждую вещь. Короче, в общем, ну вообще она у меня уже открытая, я купила тут этот мастер-блеск губки такие, не губки, щетки. Хоть тут и написано, что она стальная губка из оцинкованной стали, эффективная чистка, все, конечно, да, тут две штуки, одна уже в деле. Но она, конечно, чистит, но и сама счистливается. Я не знаю, что там у них за сталь такая, может быть, оцинкованная сталь живет недолго, но вот этой губки очень ненамного хватает. Я вот буквально вчера одну уже ликвидировала. Да, кстати, радостная новость на Виханке. Наконец-то поставили в том доме, где я живу все еще, рядом с этим домом, в месте, где вот этих трех таких ящиков типа для мусора, поставили наконец-то ящичек для мусора, который перерабатывается. У нас тут с недавних пор перерабатываемый мусор принимают, то бишь пластик, стекло, дерево, то бишь бумагу и этот самый, что же там еще там, пластик, стекло, бумагу и что-то еще. Забыла я, что? А, и металл. Металл, пластик, стекло и бумагу. И вот я выхожу, обычно мне приходилось делать кульбит, или когда еще можно было ездить на велике, делать такой велопрокат маленький, чтобы выкинуть мусор в другой слегка, ну как бы тот же все район, та же самая миганка, но слегка к другому дому. Там с одной стороны не очень удобно пройти, с другой стороны можно делать кульбит такой. И вот тут внезапно я выхожу, и у меня это там помойку выкинуть перед магазином, перед магнитом смотрю, а у нас там помойку поставили еще одну, конкретную коробочку. И это правда дырка там такая маленькая, но вот у меня была такая пятилитровая бутыль с облепихой, она уже без нее, облепиха отдельно. И вот эта бутыль, видимо, тогда делалась как-то по-другому, форма другой, и вот она это, как-то туда прошла. Обычно там такого кошечка, в которой, говорит, главно написано, что типа пластиковые бутылки, есть же пластиковые бутылки, 5-литровые, на велике ехала летом, видела, как девочка пыталась эту 5-литровую бутылку в эту дырочку зафигачить, в результате не влезла, поругалась и поставила рядом. Вот нахрена так делать вообще как-то, все в России частично не продумано. В общем, вот такая вот у меня одна-вторая на кухне, вот она уже такая вся болтающаяся. Металлическая, по-моему, это вот, оно мне напоминает дождик на елку. То ли потому, что скоро Новый год, через месяц пластиком, то ли потому, что она вот сделана из какой-то такой формативы. Вообще, сегодня наметилась делать блины, думала еще это записать, потому что товарищ, даривший вот это вот, жаждет видоса про готовку на камеру. Но так как я блины давно не делала, то думаю, фиг знает, вдруг там будут меня смотреть какие-нибудь нервные беременные мужчины или женщины, и будет им хреново. А я вот это посмотрю. Хотя, в принципе, людей уже никто силы не заставляет это делать, смотреть в смысле. И я решила не рисковать, потому что блины я делаю редко, или очень часто, и так вот это вспоминаю, как вообще их делать. Или очень редко, и потом уже в момент вспоминаю, как их делать. В смысле, зачем травмировать людей не с супер готовкой меня, когда есть более другие супер каналы с готовкой, да? Поэтому я их буду делать без камеры. Я тут типа шуршу громко. Так, еще одна хренатень, я ее периодически покупаю. Ну, всем известный Санокс. Я тут как-то белизну покупала, но она такая жидкая, и решила все-таки обратно вернуться к этому Саноксу. Ну, понятно, для чего эти всякие там раковины, белые поверхности, унитазы чистить. Что-то он 52 рубля, что ли, сейчас. Такой вот. Вот до сюда он дарит до этого места. Не полностью наливают. Что-то Аленка вспомнилась, она там про что-то говорила, что что-то такое не полностью наливается. В общем, я сегодня запишу еще эти пустые банки. И вот это вот. И пока она будет монтироваться, я буду делать совершенно другую работу, на которой у меня вчера почти весь мозг ушел. Так, купила эти салфетки. Вообще, я тут покупала, когда еще в магазин был два. В лице двух магазинов. В магазин в лице двух, да. В магазинов был, как бы так сказать, короче. FIFA была в лице двух штук. И находилась одна из них над высшей лигой. В высшей лиге были такие классные салфетки 13 рублей стоили буквально. По-моему, так и стоили. 13 рублей 100 штук. Вот тут эти 22, по-моему, с копейками рублей 100 штук салфетки бумажные софт для сервировки с столом. Плюс-минус 5%. О, я все одеваю. Первичное волкно 100% на сервировку. Никогда особо не догонялось, из чего они вообще сделаны. Ну, понятно, что из бумаги одноцой. В общем, как-нибудь я доеду до этой высшей лиги. Там всякое такое интересное еще есть. Естественно, она еще есть, это высшая лига. В общем, там были дешевые салфетки. Я просто считаю, что нахрена переплачивать за этот бренд, если оно все то же самое на деле. Надо бы оно там было трехслойное, еще понятно. В общем, вот бумажные салфетки. Они мне часто на столе торчат. Очень помогают. Так. У меня вообще вроде есть макароны, но я не помню. Я там встала у стендика в нашем магните. Кстати, магнит у нас там напарено. И в нем же еще открылся этот терминал банкомата сбербанковского. Можно снять денежку или, наоборот, положить их. А там еще даже можно заплатить какой-нибудь квитанции, где вот есть вот этот вот штрих-код считываемый, квадратненький. Короче, так как я забыла, что у меня вообще есть, а тут я как-то собралась варить макароны, открыла коробочку у меня там так на донышке чуть-чуть, и я решила, что надо купить макароны. Вот с этим сердечком у меня была фасоль. В томате я с ней и в собственном соку я делала из него супчик. И нам с котом, ему почему-то нравится эта составляющая жидкая часть фасоли в баночке. Он ее пьет. В общем, нам с котом она понравилась. Я решила, что чего бы и нет. Что-то они по 13 рублей были, я не знаю, может по 14. Ну, как-то так вот. Такой вот я макарон купила, 400 грамм макаронные изделия, рожки. Очень бюджетно, обратите внимание, если вы уходите в магнит. Так, вот это я уже, как говорит Аленка, повторю. В общем, я повторила. Ореховую рощу, 120 грамм арахис, жареный соли. Так меня что-то душит жаба на урбечь, убречь. Ну, ту фигню, которую я на Озоне заказывала, где-то арахис 100% протерты без никто. Потому что надо что-то набирать на минимальный заказ, потом эту доставку оплачивать. Обычно я ее оплачивала баллами с этой карты Сбербанка или баллами, которые там были на Озоне. Но что-то у меня ни тех, ни других баллов в нужном количестве нет. Озоновских баллов у меня вообще нет, а Сбербанковских мало. Ну, и меня душит благополучная жаба. Вот я решила в первый раз их купить. Потому что я как-то купила, а тут в составе у нас ядра арахиса жареные, соль и никто. Все, хорошие такие арахисы. Я еще даже на них где-то там в интернете отзыв глянула. Там типа написано было, хоть он и невзрачный, и кажется, поколотым. На самом деле очень вкусный. Ну да, вот как-нибудь. Я еще его лопала и боялась, как бы, еще смотрела в интернете, сколько в чистом таком виде соленого и жареного арахиса можно все-таки вслопывать, чтобы не было там каких-то типовой неплохо, да. Я забыла уже сколько, но, в общем, у меня что-то его там наприлично хватило. Вот я решила еще раз купить. К чаю. 29 рублей. То ли с копейками, то ли так. Он вполне бюджетный. Жаба не душит, по крайней мере. Так. У меня тут булочка захотелось люли химии. Тут она 27 числа сделана. Что-то там вообще три разных булочки было. Там с вишенкой, значит, с черничкой и с клубничкой. Была одна с клубничкой, до хрена с черничкой, что-то 5, наверное, аж от 25 числа. А с вишенкой вообще не было. Клубничка была одна от 29 числа. Вот у нас тут слойка с черникой. АО «Хлебзавод номер один. Мир в Добрину». Ярославль. Давайте 7 ноября с Варганина. Ну, тут я не буду говорить состав. Тут чисто даже смотреть. Тут Е210, Е220, Е220, Е2111, Е2407, Е240. Так. 471, 322, 475, 202, 5, Е100, Е160, Е... Слушайте, сколько тут Е? Ну, я поняла, что там больше Е, чем нормального состава. И, по-моему, там даже это наше любимое пальмовое масло. Да, пальмовое масло, пальмовое масло. Но у меня есть волшебный ПР. Еще куча всяких волшебных чаев. Так что я, думаю, не помру с одной булочки. Не советую вам ее. Но если вам пофиг на химию. У меня просто организм последние, значит, не знаю, полгода, наверное, стал реагировать на какую-то химию. И она какую именно, не могу понять. Но вот сыпь просто выпадает на меня. Если я какую-то химию сожжу. Даже если она там в очень малом количестве. Тут, наверное, тоже, конечно, химия есть. Я вообще хотела каких-нибудь компет, потому что у меня бедная Люля. Не, вообще, если воспринимать... У меня там кто-то видос спросил, короче, такой, блин. Как же видос-то, блин. Это я на время смотрю. Видос, видос, видос. Что-то типа, как я экономлю или какие я расходы веду. Что-то в этом роде. Я не помню конкретно вот тему названия, но супер, наверное, такая. Я тогда подзависла, думаю, как это запишу, но как-то это все слила на нет. С одной стороны, если воспринимать это, просто сидела, как-то думала. Вчера тупо у меня бабла не было, но к вечеру у меня появилась. Но бывает иногда люди, что бабла нет, да? Вот еда есть, а бабла нет. И, в общем, на то, что нужно бабла нет. Или на то, что не нужно. Я, короче, сидела, так думала. Вот года два, значит, три назад у меня еще, когда бабушка была живая, еще она была ходящая и вообще, как бы, что-то там по дому могла делать. Вот я себе покупала вишневое варенье, малиновое варенье, если у нас малины было мало, или черничное варенье. А черничное варенье у меня схапанное, схлопанное варенье из вишни в этот раз не удалось, ибо и вишни-то, по-моему, и нема было. Малиновое у меня в основном черно-смородина, миновая смородина, короче, с малиной вроде где-то валяется, если я его не захамячила. И считала, что это охрененный деликатес. Потом подумала, у меня вот столько всего варенья. Там некоторые люди мед покупают, у меня этот мед сам по себе есть. Короче, у бедной несчастной Люли, сладкоежки бедной Люли, значит, в наличии есть какие-то, вот до того, как я это купила, белые карамельки, конфетки такие, очень мне нравятся, вообще, без понятия, как это называют. Если кому интересно, могу потом сфоткать, ну, в камеру напишите, там или в листку куда-нибудь сфоткаю и выложу в Инстаграм. Значит, есть у Люли коричневый, сахар с коричкой, с корицей, такой вот это, с сердечками, там еще какими-то фигурками. Есть у Люли мед, почти 2 литра, еще пол-литра с сотами, с воском. Есть у Люли куча всякого варенья. И вот бедная Люля не с чем чаю попить. Там еще у меня печенье юбилейное несколько штук валяется. Не с чем чаю попить, поэтому я решила себе купить вот это вот. арбузная какая-то хренатенька с такими безумными картинками с глазами там такими. Она, по-моему, желейная фигня, внутри там типа арбузик. Ну, будем верить на слово, что там, наверное, арбузик, возможно, химический. Потому что я не знаю, сколько тут, я пару совочков так загребнула. По чем они, я тоже не помню, 19-20, там что-то за 100 грамм. Короче, 200 рэ за килограмм, как-то так. Так, еще вообще никогда не покупала. И вообще я стараюсь покупать с ключом, потому что, кто не знает, как я открываю консервные банки без ключа, гляньте видос, где я там делаю супчик с консервированным цыпленком. Я тогда все думала, если его собакам и кошкам покупать, может его можно людям есть. Ну, и там куча, наверное, таких негативных комментов, как это можно есть, как ты неправильно открываешь. Короче, если у вас сильные нервы, кот у меня дерет этот диван. Если вы не слабонервные, и вам интересно, как Люля открывает консервные банки, гляньте вот тот видос. Там, наверное, в каком-нибудь плейлист, типа, вкусная и полезная пища. В общем, вот я купила себе без ключа шпрот и паштет. Так, из кирки и салаки, горячего копчения. Блин, всю жизнь думала, что шпроты это отдельная рыба. Плавающая где-нибудь там, так же, как селедка. Хотя, не знаю, селедка это отдельная рыба. В общем, что у нас в составе? Я вот только сейчас при вас прочитала, что это из кирки и салаки. А тут у нас рыба копченая, вода питьевая, масло подсолнечное, мука пченичная, лук сушеная, соль поваренная, пищевая и пряности. Я из-за этого нормального состава ее и взяла. Морская радуга. В общем, я сегодня думаю, вскрыто там сначала шилом, а потом той фигней открывают тайны. А потом намазать на бутербродик. Так. Вот вопрос. Или я забыла хлеб, или я его уже выложила в шкаф. Короче, там у меня еще была буханочка. И вот я купила себе лимонадик вишневый. Я хотела какой-нибудь сок вишневый. Чисто с вишней. Ну, с чисто с вишней там был, не было, короче, чисто с вишней. Там яблоко, еще какая-то фигня. Потом думала о какой-нибудь лимонадик. И мой взгляд упал на какую-то отскание. Основанную в 2010 году. Вишневый безалкогольный, сильно галерованный напиток 0,5 литра. Содерживает натуральный сок, 100% основа ГОСТ. Ну, конечно, там тоже всякой химии до хрена. Еще так написано, я как-то мармелад какой-то купила, или мне кто-то подарил, уж не помню. По-моему, первым делом мармелад из Дикси. И там было так написано, типа, детям его нельзя, потому что там какой-то краситель, от которого детям станет плохо. И вот тут такая же фигня, что активность и внимание детей может быть снижена, потому что там какой-то этот краситель. Блин, вот они хотя бы честно пишут, что тут какой-то краситель, детям мы это не дадим. Сами отравимся, сделанных 25 октября 2017 года. А потом дерябнем какого-нибудь зеленого чайка. У меня сейчас что-то у меня перло все на черный чай, а тут я вспомнила, что у меня есть, и мой любимый, что я когда-то очень любила, этот, наверное, сейчас люблю, просто забыла. Зеленый чай, который порох, в общем, у меня есть от девчонок, сестренок из Лондон-Рига. И, в общем, я его тут сейчас забильно так завариваю. Короче, если что, я его потом попью после вот этого вот сока. В общем, вот такой у меня обзор того, что я купила. Хлеб я, наверное, оставила на столе, потому что сначала стала выкладывать, а потом вспомнила, что я как бы это... Хотела, а не записать ли меня, решила вдруг. В общем, если вы вдруг решили купить этих конфет, к примеру, или арахисов, то я и Магнит, наверное, в магазине очень рады. Всем спасибо за просмотр и пока!